Добрый день! В эфире Янаульского телевидения программа «Открытая студия». Меня зовут Алсу Щепотева. Гости нашей студии сегодня глава администрации Янаульского района Ильшат Акзамович Вазегатов и главный врач Центральной районной больницы Мурат Розилович Авзалов. Темой нашего разговора сегодня станет ситуация с коронавирусной инфекцией в Янаульском районе. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы на тему коронавирусной инфекции вы сможете задать по номерам телефонов 8-987-038-79-55, 5-0402-528-71 и 5-4146. Звоните, мы ждем ваших звонков. Ильшат Акзамович, расскажите, пожалуйста, о ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем районе. К тематике коронавируса будут озвучиваться, проблемы, которые возникают, будут озвучиваться. Кроме разъяснения, еще мониторим ситуацию на рынке продовольствия. 51, по-моему, наименование продукции отслеживается пока у нас в пяти магазинах, по которым ведется статочетность. Эту работу ведет так называемый бизнес-шериф Фаризов Алина Ганирева, заместитель главы администрации по предпринимательству, экономике. И еще цель создания штаба – принятие неотлежных мер по мере их возникновения проблем в целом районе. На сегодняшний день 125 граждан, прибывших из стран, вообще пока вначале 11 стран обозначались сегодня, все из-за границ Российской Федерации, кто пересек границу, они все взяты под наблюдение. Конкретнее у них, наверное, отразилось, скажет. Затем созданы четыре группы, которые обходят данных граждан, то есть соблюдение режима самоизоляции данными гражданами проверяется. Призывала граждан еще раз. Я два дня по утрам наблюдал в районе 59-го площадь города. В целом вообще площади были относительно пустые, не так оживлены, но сегодня немного расстроился, что весь центр, машины, люди ходят, как будто ничего и не было. Это неправильно. Призыв не слышен. Это чуть расстроило еще раз. Может быть, они готовятся к карантину, закупать? Нельзя так на свое готовиться. Ну, мы будем закупить жизнь. С городом мы не помрем, а вот корнеавирусом может навредить общество больше. А как Вы считаете вообще в целом ситуация спокойна в нашем районе? Нет, еще раз, я не панику сею. Я обозначаю, что мы легче и быстрее победим проблему, да, если будем сидеть дома максимально. Ну, бывает потребность, когда вот без чего-либо, мы не можем просто, крайняя потребность, когда встает, тогда нужно выходить и в магазин, и в другие банковские учреждения. Сегодня же разрешили. Даже коммунальные услуги на два месяца отсрочка дается. Можете не ходить, не платить. Отложите деньги и ждите. Мурат Розилович, вопрос к Вам. Расскажите о готовности медицинских учреждений и медицинского персонала к возможным случаям возникновения коронавирусной инфекции в нашем районе. Я считаю, что... Добрый день. Я считаю, что... К работе в данном направлении мы готовы. Нужно пояснить, чем именно я апеллирую. Значит, оперативный штаб медицинского здраво. В республике Барстан ежедневно в 11 часов мы монетарируем ситуацию. До нас доводят ответ на те вопросы, которые возникают у коллег, врачей, медицинских работников республики. Оперативный штаб больницы, который отслеживает исполнение всех нормативных документов, которые разработаны на уровне Министерства охранения Российской Федерации, Министерства охранения исполнительных штабов и на основании чего разрабатываем и отрабатываем определенные направления работы, в том числе и мы. формируется на данный момент в достаточном количестве. Имеется в наличии запасный кастер препарат, который может быть необходим для лечения, профилактики, новой журналистской инфекции, расходные материалы, одноразовое белье, маски, одноразовые халаты, оборудование, то, которое необходимо для диагностики и лечения данной инфекции. Направляем лабораторный материал на исследование. Если до 26 числа мы отправляли в город Уфу структуру Роспотребнадзора, то схема отработана так, что сейчас в Республике Большинство работают 6 лабораторий, которые максимально приближены к территориям. В нашем случае мы направляем в Нефтекарск материалы на исследование и получаем результаты. из Нефтекарской больницы уже не по факту доставки бумажных вариантов, а анализы результатов приходят к системе электронного документа оборота РМИАС-ПРОМЕТ, что ускоряет получение результатов. Карантинные мероприятия в больнице введены в полном реле. Может быть, кому-то это покажется немножко жестким, но еще раз говорю, это те условия, которые мы должны соблюдать. Это доступ пациентов, это доступ посетителей, это противопедимические мероприятия, которые больницы на сегодняшний день соблюдаются в полном объеме. В принципе, мы в этом направлении работаем и работаем на опережение. Спасибо. Напомню нашим телезрителям, что мы работаем в режиме прямого эфира 5.0.4.0.2.5.4146 и 5.28.71. Звоните, пожалуйста, к нам и задавайте интересующие вас вопросы. Ильич Акзанович, вопрос к вам. Самый актуальный, наверное, вопрос, как пройдет следующая неделя. Какие организации уйдут на карантин, будут сидеть дома, а кто, кому придется работать? В соответствии с указом президента Российской Федерации, остаются на работе и на работе те предприятия, которые занимаются жизнеобеспечением граждан, то есть это жидко-коммунальные службы, глава администрации с заместителями. Администрация района тоже будет в усеченном варианте и максимально удаленные рабочие места мы организовываем. И магазины с первой необходимостью продуктовые магазины будут работать. Дальше магазины. У нас звонок? Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. У нас психическая заминка. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. К сожалению, да, пока звонок не идет, но вы к нам обязательно звоните и дозванивайте, задавайте свои вопросы. И до магазина будут работать. Продуктовый магазин, да? Продуктовый, да. Из детских садов у нас один только детский сад, номер 7 остается, и то друг не будет под тобой. Извините, пожалуйста, возьму. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Попробуйте. Алло. На громкой. Здравствуйте, говорите. Ваш разговор будет продолжен. Просто не вяжите трубку. Плейс, рот. К сожалению, пока никак. Ну, и вот из детских садов. Школы, дошкольные учреждения, бассейн, форк, вот все развлекательные учреждения, кинотеатр, все это будет закрыто. То есть, они уже закрыты. И карантин нисколько прогнется, как в таких случаях говорят, от Нарлаху известный. И пока обозначена одна неделя, включительно до пятого. А руководство страны уже в дальнейшем примет решение. И мы доведем обязательно. И самое главное, здесь я призываю наших юнорцев, юнорских, жителей юнорского района, чтобы мы все смотрели в интернете, по телевидению, в газетах, официальную версию того, что мы доводим. Фейковых новостей не надо слышать. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела узнать, как у нас обстоят дела с потерянным совместным обучением сегодняшнего дня. Спасибо большое за звонок. До свидания. Видимо, да, телезритель присоединился к нам не в начале передачи, поэтому давайте напомним, как у нас обстоят дела. Ситуация такая. Если говорить, в общем-то, на сегодняшний день на самоизоляции в условиях дома находится 27 человек. У всех у них анализы взяты. Те люди, у которых карантинный срок 14 дней проходит из системы самоизоляции, выпадают. Но еще раз я хочу обратить внимание на определенную категорию населения. Люди пожилого возраста 65 лет и старше, мы настоятельно рекомендуем вопрос самоизоляции все-таки исполнять. Люди, которые болеют хроническими заболеваниями, самоизоляция предпочтительна, даже, наверное, обязательно. Люди, которые приехали из-за рубежа, этот список состоялся сначала из 7 стран, потом из 11 стран. Сегодня мы говорим, все люди, которые приехали из-за рубежа, подлежат самоизоляции. Мы понимаем конституционные права граждан, да, мы понимаем те моменты, которые, наверное, у них могут возникать, но просим их откликнуться в части понимания ситуации, в части правильного принятия решений. Самоизоляция в данном случае является эффективным способом, как защитить себя от определенных вопросов, так и не позволит исполниться инфекции, если тот или иной человек может оказаться ее носителем. Со всеми лицами, которые приехали из-за рубежа, у нас или телефонная связь, или, если есть необходимость, активное посещение людей на дому, 100% взятие анализов у этих людей, которые приехали из-за рубежа. Если человек из-за рубежа приехал и пока еще в списке к нам не попало, это один-два дня. Есть люди, которые сами звонят и говорят, добрый день, я вот приехал из такой-то страны, как мне поступить. Мы их берем на контроль, мы даем свои рекомендации, незамедлительно начинаем с ними работу в части подтверждения, исключения, принятия мер, то есть работа в полном объеме. Спасибо. А что касается самоизоляции, давайте поподробнее о ней, о том, что самоизоляция, это полная самоизоляция, так ведь это не надо общаться ни с родственниками. Это нахождение дома. Нахождение дома и никаких контактов, так ведь? Если частный сектор, то тогда дворовая территория, и не дальше. И у меня призыв опять-таки к людям старшего поколения, кому даже 60-е старше, 60-е старше. 60-е старше? 65 сегодня говорят, но я призываю 60-е старше все-таки при необходимости закупать продукты. У нас со вчерашнего дня при Дворце молодежи работают волонтеры, которые готовы доставить продуктовый набор по заявке звонящих и, конечно, за счет их денег, по их списку, то, что им нужно. В городе 14 человек, пока добровольцы-волонтеры записались. 5-0-1-22 телефон, и вот сотовый телефон есть 8-919-149-29-90. Давайте еще продублируем, наверное, еще один раз. Городской телефон 5-0-1-22, и сотовый телефон 8-919-149-29-90. Там будут принимать звонки с 9 до 18.00, с 9 часов утра, до 6 вечера. До 6 вечера будут приниматься звонки, у кого есть необходимость, кому нужно помочь. То есть пожилые, у кого детей нет рядом, категория людей, которые нуждаются в этом, будут туда звонить. Спасибо. Иршат Окзанович, если вот с госучреждениями все как-то более-менее ясно, да, то с малым предпринимательствами, средним предпринимателем, что будет? До последнего вопросы задавались по поводу работы кафе, ресторанов, хотя вот в Российской Федерации в указе Путина, скажем так, оговорка была, будет работать предприятия общественного питания, которые работают на вынос, то есть на доставку. Они будут работать. Так как у нас таких нет, у нас все кафе, рестораны, никаких юбилеев, никаких мероприятий, не запрещаем это все проводить. Во-первых, это общепиток касается, парикмахеры, другие службы, оказывающие бытовые услуги, тоже должны закрыться сегодня. До пятого числа? До пятого, да. Сегодня, завтра и до пятого числа. А о мерах поддержки как-то слышали, что-то говорят по этому поводу? На сегодняшний день перечень подпадающих под эту финансовую помощь предприятий до нас еще не доведен. Я пока не буду обнадеживать. Здесь надо всем миром, мы сами себя спасаем. Здесь, естественно, будут убытки. И у минимального бизнеса, и просто предприятия, которые... У небольших предприятий будут убытки, в том числе. Но максимально мы призываем работодательность, чтобы они минимальную оплату производили своим работникам. Нужно много вариантов продумать. На этот период нужно краткосрочный отпуск оформить. Люди свой отпускной период, скажем так, просидят, прогуляют. Но тоже вопросы задаются, будет ли двойная оплата. Об этом конкретно сказано. Двойной оплаты для тех, кто работает в выходные, тоже не будет. То есть те, кто остался на работе, они будут как обычно? Да, в обычном режиме работают. Мурат Розилович, что касается больницы, в каком режиме работает больница, детская поликлиника, работает ли стационар, и можно ли записаться к узким специалистам? То, что касается специальной медицинской помощи, естественно, оказывается в полном объеме. Это касается и кабинетов Не отложено медицинской помощи, амбулаторного взаимодействия, это касается скорой медицинской помощи, это касается приема упаковок на службу в стационар. То, что касается плановой медицинской помощи, приказа Министерства Украины Российской Федерации, вопрос дисциплинициализации пока у нас отложен, вопрос профосмотров у нас пока отложен, какие направления работы мы пока не выполняем. И с целью того, чтобы не было скучности населения, скопления народа в одном месте, я думаю, что мы время приедет эту работу опять в полном объеме, начнем выполнять, и данные прихаркетические мероприятия будем выполнять в полном объеме. Записаться к узкому специалисту, записаться на прием к врачу-терапевту можно также, ни один из видов записи масс пока не отменен на сегодняшний день. Для населения, которые чувствуют недомогание, чувствуют какие-то симптомы респираторного вируса инфекции, мы рекомендуем активно вызов на себя через номер телефонов поликлиники, через номер телефонов скорой помощи, неотносно медицинской помощи. Если человек приходит в поликлинику, у нас организован отдельный вход, отдельный кабинет для температуры, чтобы не было скучности населения и перекреста пациентов разных профилей. Все остальные службы работают в штатном режиме, но работают, еще раз акцентирую внимание, в условиях карантина, то есть в условиях тех мероприятий, которые определяются самопедрежимы. Мы работаем. А в каком случае Вы уже советуете вызывать врача? То есть если есть, например, симптомы ОРВИ, либо температура, что делать человеку? Коронарная вирусная инфекция имеет те же клинические проявления, как и любая респираторная вирусная инфекция. Повышение температуры выше субфибридных, то есть 37,5 и выше, 38 и выше. Ломота в теле, сухой надрывный кашель, чувство нехватки воздуха, ломота в суставах. Вот те признаки респираторной вирусной инфекции, которые у нас осенью, весной периодически дают такие вот подъемы, те же самые симптомы коронарной вирусной инфекции. Поэтому мы всем говорим, у кого есть признаки респираторной вирусной инфекции, вызывайте на себя, мы приедем, мы посмотрим и там уже определимся, что делать, как делать. Есть показания госпитализации, можно пока проходить лечение недавно, есть показания аналистические, какому-то обследованию, нет таких показаний. Это уже работники знают и отрабатывают 100%. У нас вопрос пришел, есть ли специфическая терапия против вируса? Специфическая терапия против вирусной инфекции есть, она так называется, противовирусная терапия. Если касается коронавирусной инфекции, да, там есть препараты, которые назначаются как облаторно, так и сационарно. Эти препараты мы наименовании знаем, наименовании этих препаратов мы, если есть необходимость, назначаем. А для всех других таких голубиц это нормальное лечение респираторной вирусной инфекции, которую мы проходили каждый год. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Будем продолжить, просто не шейте трубку. Здравствуйте, алло. К сожалению, звонок сорвался? Ну, еще раз акцентирую внимание, что на данный момент 100% случаи выявленных коронавирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции, COVID-19, это случаи у людей, которые приехали из-за рубежа. Ни одного случая в республике Башистан, а возникновение инфицирования от человека, который второе или третье взвело, такого нет. Все люди, которые приехали из-за рубежа. На данный момент, да, привезли. На данный момент, да. Я вот говорил о том, что нужны официальные источники. Мурат Разилович ежедневно рассылает ссылку на дрифинг, который проводится в ежедневном режиме министром здравоохранения республики, Забиром Максимом Васильевичем. Я сам максимально старался в прямом эфире отсматривать вот эти дрифинги. Там все ясно, точно, не укрывая никаких проблем, все говорится. Чем максимально открыто. Да, открыто, и можно туда задавать вопросы. Кстати говоря, у нас еще работает республиканский колл-центр Единой России, где тоже граждане уже из других районов, мы видим, в чате у нас отслеживается все. Уже люди обращаются о том, что вот привезли сосед, он не соблюдает режим самоизоляции, и вот это, ну, в принципе, гражданская ответственность нам поможет вместе против нерадивых или как, или с нерадивыми на работу тоже, да. Номер колл-центра, он у нас отсутствует? Мы, наверное, идем, да, и рассказали. Не называли? Нет, не называли. У нас есть несколько вопросов. В соцсетях, Марат Розилович, к вам вопрос, да? В соцсетях ходит видео о том, что если пить красное вино, то можно укрепить иммунитет. Правда ли? Спрашивают зрители. Да, решили зрители употребляться. Официально заявляю, курение, алкоголь негативно влияет на иммунитет, негативно влияет на возможность организма своевременно и адекватно ответить на любую инфекцию, в том числе и на COVID-19 или нормальную коронавирусную инфекцию. Крепкие напитки не помогут в больнице? Никакие алкоголь, содержащие напитки, в пользу не сработают. Только в обле. Только если на руке. Это вопрос доказательной медицины. Спасибо. Здесь номер концентра республиканского, куда звонки тоже бесплатные. 8 800 201 89 13. Чуть позже мы еще раз повторим его для вас. Возьмите, пишите, пожалуйста. Сможем ли мы вовремя получить пенсию? Получаем в Сбербанке. Должны получать 10 апреля и на дом будут приносить пенсию. То есть вот. Или на дом будут приносить пенсию. То есть они до этого в Сбербанке ее получили. Сейчас. Здесь в этом не должны быть проблем. Пенсионный центр отработает. Мне кажется, этот вопрос. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Мы вас слышим. Здравствуйте. 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 Затемится я на лоо. И удача вас видов. Алиса нас беспокоит. Вопрос состоит в том, что вот я приехала из санатория, из Крыма. Нам необходимо для того, чтобы встать снова на учет, для получения льготной путевки, получить справку из больницы. Сейчас объявили карантин, участковые не работают, но у кого-либо можно получить эту справку или ждать, когда карантин закончится. У нас потому, что время идет. Если мы чем раньше станем, тем раньше получим новую путевку. Это первый вопрос. Я думаю, что сейчас пока вопрос в направлении санаторий и курортное лечение тоже будет закрыт. Я не думаю, что сейчас санаторий будут отрабатывать по привлечению населения на курортное лечение. Этот вопрос сейчас стоит острый. Я думаю, что решение будет принято в том направлении, чтобы максимально оградить население от скучности. Мират Радимович, люди годами ждут путевку, а мы их просто представим, как встают в очередь. Это первая часть ответа. А вторая часть ответа, если вам нужно получить медицинский документ, вы должны в данном случае позвонить на номер телефона заведующей поликлиники взрослой, этот вопрос обсудить. Вам будет определена дата, когда вы можете посетить участкового терапевта. Или записаться к нему на прием или через колл-центр, или через сайт больницы. А номер телефонов мы можем дать? Вы знаете... Через регистратуру, наверное, да? Сейчас не помню. Человек может через регистратуру. 2-10-12. Войдите на официальный сайт больницы, там все номера телефонов, через которые можно записаться на прием. Ну, это пожелая жительница, поэтому 2-10-12 позвоните в регистратуру, и вас, да, девушки уже перенаправят. Правильно? Я не настолько пожелала интернетом пользоваться. Вот видите, вы все их знаете. Хорошо. Работа такая. Да. Вот, по поводу детской поликлиники, что у нас с детками вообще? Как у них обстоят дела с ОРВИ? В общем, ситуация в районе. Просто ОРВИ среди населения района и города Иноула нет. Детская поликлиника в части технопроводных, которые... Свините, возьмем вопрос, хорошо? Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, мы вас слышим. Алло, алло. Опять отключилась. Лучше надежная у вас связь. Как все в этом мире сейчас, да. То же самое по вопросу детской поликлиники. Мы разгоничили потоки. Отдельный кабинет неотложительной медицинской помощи через отдельный вход для родителей с детьми, у которых есть признаки какого-то острого состояния своего заболевания. То есть у нас как раньше и больной прием есть, и здоровый прием. И отдельно идет плавный прием детей через другой вход. Плавный прием идет, да? Плавный прием идет. Вопрос у нас поступил. Кто контролирует за людьми, которые прогуливаются вечерами, за молодежью, которые ходят толпами? Здесь... Секундочку, возьмем вопрос, попробуем все-таки взять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Звонок не прошел. Алло, здравствуйте. К сожалению, звонок не прошел. Своните, пожалуйста, 541-46-50402. Ваши звонки, ваши вопросы обязательно попадут в прямой эфир, и мы ответим на них, хорошо? В части проверки, вот на сегодняшний день, хоть и карантин он объявлен, нет такой статьи, которая бы позволила наказать. Именно мы сегодня работаем в режиме призыва. Конечно, добровольные народные дружины вместе с сотрудниками органов внутренних дел будут предупреждать и призывать молодежь идти домой. Но здесь я хочу опять-таки призвать сегодняшний наш прямой эфир, в том числе, это призыв, еще раз задуматься люди, услышите, пожалуйста, и с детьми, с молодежью должны работать прежде всего их родители. Объяснить о том, что ситуация непростая, и она неординарная. Как Радий Фарис сказал, такой тревожный, такой сложный ситуации вместе с экономическим кризисом, плюс еще вот этот коронавирус, новая инфекция, это впервые после Великой Отечественной войны наша страна такой сложный этап, период переживает. Здесь должны все услышать, еще раз, родители, здесь дойдем, наверное, мы не до наказания, когда уже наступит период, когда выходящий на улице будет уже наказан. Но фиксация именно людей, которые должны на самоизоляции, то есть прибывшие в 14 дней не прошло, для них уже меры наказания, они уже есть. Для них уже есть, это фиксируется, это штрафные санкции в соответствии с административным кодексом, им будут применены уже по окончании карантина. Такие санкции будут наложены? Роспотребнадзор будут составлять протокол, в том числе с моментами фиксации нарушения. Они будут фиксироваться, штрафы будут позже. Понятно, то есть они должны будут ответить за нарушение. Это же распространение. Конечно, да. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, да, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Передомой открыла такая картинка, что никто не носит маски. Вот, к примеру, студенты закупают для сумасшедших, а приехав на подаводительские родители, я увидела кучу отдыхающих родителей с детьми, приехавших на микроавтобусах и других автомобилях. Причем детей разных подростков на замечаниях, я услышала гневная, мама, что вы имеете против детей. Вот хотелось бы сказать по поводу этого, это с чем связано гражданской безотвестности или отсутствие масок? Спасибо большое. Сейчас ответим. До свидания. Спасибо за звонок. Анастасия Галитовна, очередной раз вы, и вот здесь, во-первых, есть такая проблема отсутствия масок. Хотя нас уверяют, что на днях они поступят до всей сети аптек, но в госаптеки поступать начали, но пока не в таком массовом количестве. Я сам убеждался, пока масок нет. Даже в Уфе в аптеках нет масок. К сожалению, этот факт мы подтверждаем, знаем. А то, что касается родителей, это, вы сами назвали, это реально безответственное отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих. К сожалению, находятся и граждане, те, которые не вернули деньги турфирмы за заранее закупленные путевки, сегодня есть пытающиеся, и сегодня выехать за пределы России, ну, это совсем неграмотно. В моем понимании здесь лучше потерять деньги. То есть это не лучше, может, я не так выразился, да. Из двух ввел выбирать нужно наименьшее. Здесь потеря денег не настолько должна, чем потеря здоровья, либо наступление. Вот тот же отдыхающий, который съездит, он же под угрозу прежде всего своих родственников старшего поколения, да не только старшего, он ставит под угрозу своих же родственников прежде всего. Об этом надо уже думать. И как человек себе потом простит? Простит сам себе, не дай Бог, потом, если смертельный случай произойдет. Если да, не просто хватает. Да, задуматься сегодня надо об этом. Вопрос. Есть ли такая информация? Много ли на улице на данный момент находится за границей? У нас пока такой информации нет. Информация о прибывающих из-за границы к нам поступает по закрытым каналам связи, когда люди пересекают границу. По мере поступления? Да, по мере поступает информация. Я вот озвучивал, что с начала марта прибыли 125 граждан нашего района. К сожалению, не все они проживают в Миналуге, хотя и зарегистрированы у нас часть граждан по месту регистрации на сегодняшний день не находятся. А за ними отслеживают? Если они прописаны здесь, а живут где-то вдруг? Дальше мы через уже миграционные службы все это... Их берет люди, когда мы... Вот районные ради живут, да, получается? Через родственников выясняем, по-разному бывает. Случай, ну, один на другой не похож, но мы уже сообщаем в то место, где они проживают. Со слов родственников в основном. То есть родственники тоже идут к вам на встречу, понимают сложность ситуации. Также у нас вопрос по поводу продуктов магазинов. На прошлой неделе был ажиотаж, особенно в Аптовых магазинах покупали там по 40 килограмм гречки, соли, по два пакета несли. Грозят ли нам такие продовольствия? Здесь я тоже призыв опять, надо только призвать людей, не создавать ажиотаж, панику, тем самым, не создавая ажиотажный такой подход к закупке продукции, мы сами подталкиваем предпринимателей на повышение цен. Цены уже повысились, кстати, на гречку, лук, я читала вчера, да. Ну, к сожалению, мы в таком мире живем. Спрос в России, предложение визуально. Спрос, да, рыночная экономика. Сегодня у администрации района, например, нет полномочий по регулированию цен. Мы только мониторим, дальше передаем, и если есть незнакомые и необоснованные поднятия цен, этим будет заниматься федеральная антимонокольная служба, мы сегодня регулируют, к сожалению, цены не можем. Так же и на маске, да? Да, точно так же на маске. Сегодня это муниципальные, если бы эти магазины, аптеки были муниципальными, тогда возможность была бы регулирована. Это же все частные сегодня, практически все. Кроме госаптеки, все это регулируется рыночной экономикой. И рыночная экономика, к сожалению, она так и выстроена, при увеличении спроса цена тоже растет. Хотя правильный предприниматель за счет доходов повышенных оборотов он должен снижать цены, но у нас в России почему-то не происходит наоборот. Да. В течение недели идет карантин. Я пенсионерка. Могу ли я выйти в магазин за продуктами, за хлебом и молоком? Такой вопрос. То есть у нас есть же волонтерская служба. Есть очередной раз. Если бабушка сама хочет в магазин, она же может? Конечно, может. И же не запрещено? Нет, нет. Запрета нет. Но очередной раз это призыв только. Такого, чтобы запретить, рычагов таких нет. Про надобности, конечно, люди будут проходить, минимизировать нужно этот выход. За один раз, ну, хотя бы на 2-3 дня закупиться. И обязательно маски, правильно? И обязательно маски. То есть, если... Маски же можно... Шить сами? Шить сами. Да. Маски же это, ну, скажем так... Какая правильная маска, Марат Розилович? Расскажи нам, пожалуйста. Сколько процентов спасает же маску? Маска правильная та, которая есть, и маска правильная та, которая... Ношение которой соблюдается определенными нормами. Неделю тому назад, понимая, что нашего запаса масок в больнице в итоге нам может не хватить для использования Одна одноразовая маска 2 часа, одна марлевая маска ношение 4 часа. Неделю тому назад мы начали шить для своего персонала маски сами. Благо у нас марля в достаточном количестве закупается в больнице. И на сегодняшний день мы потребность в масках закрываем как одноразовые маски, так и марлевые повязки. Вот мне иногда интересно в социальных сетях читать вопросы, как же я должна поступить, если в аптеке нет маски. Иногда хочется сказать, ну, сшейте вот эту маску сами. Марлевая маска, которая состоит из 4 слоев марли и 4 завязок, она 4 часа эффективна. После этого ее можно постирать, высушить, погладить и опять эту маску носить. Если человек для себя сшил, соответственно, 3-3 марлевые маски, ношение их с заменой полностью закрывает данный вопрос. Поэтому если есть возможность сшить маску, то сшите эту маску. Мы в больнице для себя шьем. Тем более сейчас карантин, есть свободное время, он может с детьми сшить маски. Абсолютно. И я не думаю, что это будет таким вопросом. Спасибо за ответ. Так, вопрос. Обрабатываются ли в нашем городе банкоматы и терминалы? Спрашивают. По крайней мере, должны. Это, наверное, чьи терминалы, те банки должны, так, эти обслуживания заниматься? Обязанность этих банков, я думаю, у нас в основном в России и в Сбербанке, там работают ответственные люди, у них есть инструкции, и максимально было озвучено о том, что банкоматы сегодня будут настроены, те банкоматы, которые принимают и забывают купюры, будут работать только на одну процедуру. То есть, либо выдавать только будет банкомат, либо принимать только будет один и тот же банкомат, купюры тоже будут обрабатываться. Об этом было заявлено уже центральными нашими властями, российскими. Тут у нас еще вопрос. Если заболел человек, куда первым делом обратиться? И я не знаю, это тот же человек спросил или нет, в аптеках нет даже обыкновенного протестамола. Видимо, это один и тот же зритель спрашивает. Если заболел человек, нужно обратиться в лечебное учреждение, любой запрос будет зафиксирован и направлен исполнителю, вы можете обратиться в неотложную медицинскую помощь, вы можете обратиться в поликлинику, по номерам телефонов вы можете вызвать скорую медицинскую помощь. Скорую медицинскую помощь диспетчер, прогнозировав ситуацию или отправит вам машину скорую медицинскую помощь, или есть ситуация не столь остро стоит, отправит неотверженную медицинскую помощь. А вот насчет лекарственного обеспечения в аптечной сети, это уж, извините, вопрос не к нам, это опять-таки вопрос. 90% аптек сегодня частной аптеки. Как они формируются? Здесь, Марат Розинович, надо вызвать самолечением. Не заниматься самолечением. Не надо заниматься самолечением. Любое лекарство имеет взаимозаменяемые препараты, что есть. Я уже сказал, что мы знаем, чем эффективно лечится в том числе и острая респираторная вирусная инфекция, какое отличие лечения, если есть необходимость лечения коронавирусной инфекции. Те препараты в аптеке, которые вы будете закупать, вы сами, даже по рекомендации работников аптеки, не будут эффективной работать. Только медицинский работник индивидуально для вас может назначить то лечение, которое эффективно максимально в вашем случае. Вот вопрос. Если полиция остановит пенсионера, что делать? Говорят, будет штраф около 9 тысяч. Мне 69 лет. Я еще раз ответственно заявляю, это опять фейковая информация, которая, в принципе, запугивает людей. Вопрос выхода на улицу, опять-таки, это право каждого гражданина. Оно сегодня еще не ограничено на данный момент. Но если наступит комендантский час, это уже будет принято решение уже высшестоящими инстанциями, тогда уже не будет наступать ответственность. На данный момент такого нет. И, уважаемые наши ветераны, люди пришленного возраста, очередной раз я призываю смотреть, слушать брифинги и ответы людей, которые занимают должностные свои определенные должности. То есть, это министр здравоохранения, глава республики, ну, по центральному телевидению. Центральные, да, телеканалы. Нужно смотреть официальные центральные телеканалы, где дают полное разъяснение. В том числе, вот, колл-центр, я номер называл, там тоже дают полное разъяснение. Колл-центр 8 800 201 89 13. 8 800 201 89 13. По рекомендации также Органа местного самоуправления, на сегодняшний день личный прием граждан тоже прекратили, в связи с этой ситуацией. Но при этом у нас есть возможность у граждан, кто пользуется гаджетами, интернетом, есть через социальные сети задать вопрос. У меня, например, своя страница есть в четырех мессенджерах. В мессенджерах, да, у Мурата Розеновича также есть своя страница. Кроме наших личных, есть еще страница администрации района, где полный ответ вам дадут. Это и ВКонтакте, и в Одноклассниках, в Фейсбуке, и в Инстаграме. Везде есть возможность ответить. А тому населению, кто не пользуется гаджетами, есть возможность непосредственно в нам отправить в письменном виде обращения или вопрос. Мы на них обязательно восстановлены законные сроки и ответим. Угу. Спасибо. Так, на вынужденные каникулы уходят не только взрослые, но и дети. Если так, в каком режиме будут работать школы, дети, сады? Вот дистанционное обучение немножко. Было же объявлено, что в республике с 30-го, потом данная дата была отложена до 6-го числа, занятия не будут проводиться и в дистанционном варианте. К дистанционному варианту обучения наша школа готовится, учителя готовятся этому, управление образованием над этим работает, с родителями работают. Варианты будут разные у разных школ возможностей, у детей. На сегодняшний день по изученности наших школ и семей порядка 80% школьников готовы дистанционно обучаться. Но это, опять-таки, временные меры будут. Здесь, опять-таки, нужно будет с желанием настроить ребенка на желание учиться. Здесь за стартовой никто не будет уже. Но проверять будут. Проверять будут, да. Конечно, проверять будут, поэтому расслабляться не стоит. Варианты дистанционного обучения вопросов, опять-таки, лучше эти вопросы задать специалисту. Либо финалистами Шаиховы точно так же есть на сайтах своей страницы, где нужно задавать вопросы, чтобы получить полный ответ. Либо через наши страницы, мы пересылая эти вопросы, все равно восстанетный ответ дадим. Найдем ответ, да, правильно. А что касается ОГЭГ? Их же никто не отменял, правильно? Наверное, будут принесены сроки. На данный момент перенос сроков, скорее всего, будет. Здесь я должен сказать, я не готов ответить на этот вопрос пока. Да, какая ситуация сложится там, наверное, и с дадим. Мы принимаем решение, но по оболнивающим темам проведения фольклориады уже принято решение. Да, фольклориада уже на 21-й год уже перенесена. Она будет тоже в нашей республике, надеюсь. У нас подготовка шла и будет идти в дальнейшем. И нам просто период дают возможность продолжать нашу сторону. Больше времени подготовиться, конечно. Надо видеть плюсы, мне кажется, да? А вот с парадом Победы и с Сабантуем что будем делать? Будут они у нас? Тоже пока, наверное, не знаете, да? Конечно. Как обстановка будет меняться, мы пока не знаем. Насколько мы эффективно сами отработаем, все зависит от нас. От самих граждан, от нас зависит дальнейшее течение, протекание процесса распространения. От наших длительностей. Да, от наших длительностей. Прогнозы тоже сегодня специалисты дают разные. Поэтому я не берусь брать эти прогнозы. Но если будет дальше увеличение. Но пока указ президента и указ главы республики, больше 50 человек не собираться и не проводить мероприятий, где больше 50, оно действует. То есть на данный момент Сабантуем проведения невозможно. Конечно. И 9 мая тоже так же. На сцену скопления не должно быть. Мы, органы власти, в том числе местным самоуправлением, тоже перешли максимально на режим работы по ВКС. Каждый сельсовет у нас сегодня снабжен видеосвязью. И имеем уже максимальное количество обращений. То есть общение... Вопрос обращается уже, да. Онлайн получается, да? Вопрос. При худшем сценарии развития коронавируса, сколько есть, сколько мест в больнице у нас? Видимо, сколько одномоментно можете принять? Вопрос немножко заданно неправильный. Сколько мест? У нас есть достаточный коричный фронт для того, чтобы вопрос держать под контролем. Естественно, мы хотим, чтобы развитие событий не шло по резкой нарастающей. Если говорить о том, что в больнице 202 койки на сегодняшний день, то как главный врач я понимаю, что если есть необходимость, я могу все койки перепрофилировать в тот профиль, который мне на сегодняшний день нужен. Это будет сделано так быстро, насколько это нужно. Если будет необходимость разворачивать койки дополнительно, мы будем дополнительно койки разворачивать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы те мероприятия, которые сейчас мы проводим, которые мы пытаемся до вас достучаться, были максимально эффективны и поднимать вопрос о том, что сколько койки в больнице есть, если будет развитие худших событий, был бы в части теоретических вопросов. Давайте вопросы самоизоляции, вопросы профилактики, вопросы своевременного выявления и других профилактических мероприятий строить так, чтобы все остальные вопросы были в части гипотетической. То есть обсуждаемые, но к применению необязательные. А ситуацию мы мониторим, и Ковичный фонд мы свой расширили, распределяем с той необходимостью, которая у нас возникает на сегодняшний день. Инфекционное отделение в больнице есть. Дополнительные койки для возможных поступлений пациентов, осложненными пневмониями, мы уже на сегодняшний день развернули. Койки терапевтического отделения мы на сегодняшний день уже проанализировали, проконтролировали штатом дополнительным. Насчет тех медицинских работников, которые освобождаются, в том числе и по закрытию вопросов диспансеризации, по закрытию вопросов медпрофилактики, мы перепрофилактировали именно с целью усиления выездных бригад, усилением карантинных бригад, усилением тех структур, которые будут заниматься приемом пациентов. То есть данную работу мы ежедневно прорабатываем, и решения, в том числе и формы алгоритмов развития событий, мы прорабатываем. Здесь мы работаем. Вы просто персонал обучаете? Персонал обучается ежедневно в части обучения на уровне программ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ежедневно, в том числе и сегодня, и завтра, в 11 часов обучение для персонала проводят Министерство здравоохранения Республики Барстан, у себя своими специалистами-врачами, инфекционистами-врачами-эпидемиологами инструктаж по направлению работы мы проводим ежедневно. Онлайн обучение по обучению данному вопросу врачи у нас прошли 100%. То есть у нас есть такая форма обучения, мы регистрируемся на вебинар, проходим обучение, получаем сертификат, что действительно этот врач, действительно обучение прошел. Вот сегодня в январе врачи прошли 100%, медсестры прошли, средний персонал практически 100% к понедельнику, к вторнику и средний персонал обучение пройдет с получением сертификата. А это важная часть работы, обновление знаний, получение новых знаний. Поэтому эту работу мы ведем очень активно. и я думаю, что здесь мы поступаем правильно в свое время. Спасибо за ответ. Наш эфир подходит к концу и у нас остался вот один вопрос. Могут ли те люди, которые находятся на режим самоизоляции, попросить соцработников или волонтеров принести им маски? Вот такой вопрос. Наверное, папа вопрос? Это опять, по наличию масок мы же определили. Люди, которые на самом... Нет, это вопрос, который я влечу. Мы образовывающие уже частично ответили, что они на самоизоляции нельзя думать. Для чего маска? Правда. А для чего маска? Маска же защищает от приобщения с другими людьми. И не надо общаться, и в доме надо сидеть. И в части доставки продуктов мы будем работать. Это бесконтактным путем передачи методов предусмотренных. То есть продукты с чеком приносятся, деньги в онлайн-режим перечисляются. До дверей этих людей волонтеры вместе с соцработниками будут доставлять. Гораздо помочь. Но маска опять... Зачем нам? Сегодня, если человек на самоизоляции... Видимо, тревожность повышенная. Хотят в масках, а не дома сидеть. Это уже не за сегодня. Можно, да. Либо, если хотите, можно сшить маску, да, и, в принципе, пользоваться самодельной маской. Наше время эфира подходит к концу. Ваши пожелания, Янаульцын, и ваш призыв, наверное. Очередной призыв, да. Уважаемые Янаульцы, жители всего нашего Янаульского района, удовлетворительно прошу отнестись очень правильно и внимательно к тем мерам, которые предпринимаются правительством и руководством страны, то есть тем указам, которые опубликованы, и тем наставлениям, которые даются службой Роспотребнадзора, медицинскими работниками. И для того, чтобы предотвратить беду или дальнейшую трагедию, пока я ее не называю трагедией. Трагедия, чтобы не наступила, мы сегодня должны ответственно подойти к тем мерам, которые могут предотвратить все это. И все это зависит от нас, от нашей грамотной политики на сегодняшний день. Прежде всего, уважайте людей, окружающих вас, уважайте родственников и уважайте себя. – Марат Розинович, есть что добавить? – Я, конечно, все сказал, но давайте, раз уж как медицинский работник, в советское время медицина была профилактическая в большем объеме и только потом по принятию экстренных мероприятий. В данном случае наша задача, уважаемые и на улице, проводить те мероприятия, которые лежат на уровне самооценки, самоотчертности, правильного услышания проблем и принятия правильных решений именно по информации, полученной из официальных источников. Если эти мероприятия нами все будут выполняться, я думаю, что эту напасть мы нормально переживем, и это у нас будет уже в завтрашнем дне, поэтому те рекомендации, которые даются на официальных страницах, слушайте, анализируйте, будьте ответственны. Если есть вопросы, обращайтесь, в том числе и к работникам системы здравоохранения, на них мы будем отвечать. И все вместе мы этот период пройдем, станем еще грамотнее. Сильнее, дружнее. Сильнее, дружнее. Да, да. Давайте смотрим в завтрашний день и вместе проходите из-за этой проблемы. Спасибо. Мурат Розилович, спасибо за беседу. Не вдаваться в тайну. И Шатак, спасибо за беседу. Смейте руки. Мойте руки, берегите себя. Особенно после твоей прогулки. На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон» Воздух ночью 0, плюс 2, днем плюс 5, плюс 7 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением без осадков. В северо-западных районах небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3. 31 марта. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1814 году, русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Падение Парижа стало окончанием всего периода наполеоновских войн. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тысяч человек убитыми и ранеными. Вскоре после того, как французская столица перешла в руки Александра I, Наполеон отрекся от трона. Штаб волонтеров по противодействию распространения коронавирусной инфекции начал свою работу в Янауле. Волонтеры принимают заявки для оказания помощи в доставке продуктов, питания и лекарственных препаратов одинокопроживающим лицам пожилого возраста и маломобильным гражданам, тем, кто находится на самоизоляции. Всех неравнодушных янаульцев приглашаем присоединиться к масштабной общероссийской акции «Мы вместе». А желающим стать волонтером «Мы вместе» и желающим получить помощь волонтера достаточно позвонить по следующим телефонам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok